доброе утро игорь привет и вновь приятно тебя видеть уже у меня в офисе не так давно мы с тобой встречались на мук экспо потом у аркады мы разговаривали я помню тот момент когда впервые с тобой познакомился в днепропетровске опять-таки на мероприятии компании аркада я тогда еще там работал это было род шоу и я помню как ты меня зарядил вот этими технологиями этим железо это меня уже держит ну по сути уже долгие годы я до сих пор если чпи и мне нравится можно рассказать вообще что сейчас компании и предлагают и Субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем вообще начать говорить о графических станциях, надо сделать такую ремарку. Что такое графические решения? Графические решения, с точки зрения иерархии продуктовой, это самый верхний уровень персональных систем. То есть это все самое мощное, самое продвинутое, самое новое, сконцентрированное в этих решениях. Это графические решения. Мы их делим на персонал, на десктоп решения, на мобильные решения, плюс мониторы, плюс VR. Ну то есть на некие такие уже течения внутри. Но по сути это подразделение, которое задает тон, я бы сказал так, всему, всем продуктам HP. Очень многие технологии, очень многие подходы родились здесь и они до сих пор продолжаются. И уже вот они в массовых продуктах, в десктопах, в ноутбуках. Никто об этом не знает, но тем не менее это правда. Что сейчас, ну сейчас, конечно же, самое главное, ну то, что я вижу, это поиск баланса между, скажем так, баланса системы. О чем речь? Речь идет о том, что вот процессорные мощности на сегодняшний день, они намного-намного превосходят все остальное. А что остальное? Это система хранения данных, это память, это шины. И вот все вот это, оно как бы не успевает. Процессор очень мощный, его мощности хватает с головой, а все остальное не успевает. И вот сделать систему сбалансированной, ну, наверное, это вот то, что, чем занимается сейчас компания. В том числе и с графической точки зрения, это же не зря графические системы, то есть графика одна из составляющих. Ну, понятно, что HP не делает все самостоятельно. Более того, HP только собирает, но это есть ключевым моментом, потому что собрать сбалансированную систему не так просто. То есть можно собрать компьютер, будет ли этот компьютер работать эффективным, насколько он будет эффективным, долговечным, надежным. Ну да, и кто даст гарантию. Эргономичным, да. То есть компьютер. Очень много вопросов. Ну, собственно, то, чем компания занимается в плане этих систем. Давай тогда подробно поговорим о решениях, которые сейчас есть. Я бы хотел, наверное, сказать о ключевых моментах, на которых мы, в принципе, сосредоточены, да, в плане этих решений. И это производительность, то, что мы предлагаем внутри этих решений. Прежде всего, это производительность, надежность, безопасность, разносторонность, разнообразие. Я сейчас все эти моменты, и мобильность, да, я сейчас все эти моменты попробую объяснить. Если мы говорим про производительность, то производительность состоит из нескольких ключевых моментов. производительность логики, на базе которой собран компьютер, сбалансированность системы. Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы мощность процессора, шины системы хранения данных были в балансе и максимально близки друг к другу для того, чтобы все компоненты работали на приблизительно одинаковом уровне. Как это реализуется? С точки зрения железа это подбор правильных компонентов, самых последних технологий, я имею в виду максимальные частоты работы памяти, правильный подбор памяти, потому что для задач, о которых мы говорим, это CAD, CAM, KE, инженерные задачи и так далее, огромные модели. Подход к памяти, он требует особого внимания. Почему? Потому что у нас нет возможности допустить, например, такие вещи, как однобитные ошибки. На памяти без коррекции ошибок такое возможно, поэтому в наших системах, как правило, в основном используется память с коррекцией ошибок, чтобы избежать синего экрана. С синего экрана. Ну, неприятная вещь, когда вы работаете полдня над моделью, которая весит, я не знаю, там несколько десятков мегабайт или сот мегабайт, и вдруг у вас в конце дня синий экран. И не успели сохраниться. Абсолютно, да. Это память. Если мы говорим о системах хранения данных, то вот сейчас новый тренд, это Optane Memory, новые технологии в плане организации систем хранения, которые позволяют увеличить скорость обмена данными между процессором и системой постоянного хранения памяти, да, что сильно увеличивает производительность, а главное сбалансированность системы. Но это еще не все. Железо это только часть дела. А вторая часть дела это, и это уникальный, кстати сказать, подход HP, это некий дополнительный функционал, который мы закладываем в свои компьютеры. Он выражается, например, в том, что у нас есть такая утилита, которая называется Performance Advisor. Performance Advisor это утилита, которая позволяет пользователю максимально оптимизировать настройки своего уже имеющегося железа компьютера под то специфическое программное обеспечение, с которым данный пользователь работает. В зависимости от того, что мы или делаем CAD, или BIM, или видеомонтаж, или анимация, графика, собственно. Абсолютно. То есть как это происходит? Когда мы установили прикладное программное ПО на свой компьютер, мы запускаем Performance Advisor, он сканирует настройки нашего железа, понимает под какой программный продукт надо сделать настройки, оптимизацию, идет в базу знаний HP. Это тот опыт и знания, которые есть у HP, которыми HP делится совершенно, кстати сказать, бесплатно с заказчиком и возвращает вам рекомендации, где какие настройки вам лучше изменить, где взять нужные, оптимальные для данного ПО драйвера и так далее, с тем, чтобы оптимизировать работу компьютера под конкретный программный продукт. Кстати, есть отдельное приложение HP Assistant, который позволяет скачивать постоянно актуальные драйвера и проверенные драйвера, особенно на видеокарты. HP Assistant это общая система техподдержки любого компьютера, в том числе и графические станции, кстати сказать, очень удобная, то есть не надо думать, запустил, поднастроил и она сама подкачивает, подтягивает, как минимум выдает вам сообщение, что вот появились новые драйвера, хотите, не хотите и так далее. Но я говорю немножко о другом, я говорю о том, что мы идем по пути оптимизации настроек и то, что самое новое не есть, не значит самое оптимальное, поэтому тут надо думать. А вот Performance Advisor как раз вот работает в пути, вот в этом направлении и позволяет вам сделать работу имеющуюся железо более эффективной. Это, наверное, точно так же, как автомобиль. Ты едешь по шоссе или по пересеченной местности. В зависимости от того, где ты едешь. По снегу, по песку. Выбираешь какой-то оптимальный режим, абсолютно. Важно отметить, что вот эта утилита, о которой, кстати сказать, мало кто знает, она позволяет увеличить производительность системы до 30%. То есть вот так вот, на ровном месте. Плюс треть производительности, я не говорю ни о разгоне процессора, я не говорю, просто оптимальные драйвера под конкретное приложение. Это что касается производительности. Второй момент – это надежность. Вот я выведу сейчас такой слайдик вот на экран и цифру 368 тысяч часов. 368 тысяч часов – это время, которое компания тратит на различного рода тесты, на проверку надежности модели перед тем, как модель увидит в серии. Прекретное оборудование новое, да? Ну, это средняя цифра, понятно. Понятно, что это может где-то больше, где-то меньше. О чем мы, в принципе, говорим? Мы говорим о том, что у HP, во-первых, есть соответствующие мощности. То есть есть кампус – это город Форт Коллинз, штат Колорадо в США, где люди занимаются созданием графических систем, и где организована лаборатория самых… То есть я других подобного масштаба лабораторий просто… даже не то, что не видел, не слышал, да? Здесь делают все, начиная от проверок на вибрации, на влажность, на давление, на электромагнитное излучение, на эргономику, на все что угодно… Шумы. Шумы. Заканчивая детальным просмотром и анализом качества, там, материнских плат под микроскопом. И результат, в общем-то, ну, соответствующий. Во-первых, все станции получают стандартную трехгодичную гарантию. И это даже не оговаривается, это как уже индустриальный стандарт. При необходимости эта гарантия может быть увеличена до пяти лет. Но показателями является даже не это. Финалом всего есть сертификация стандартом 810G. Это стандарт военного ведомства США, который, ну, говорит о многом. И все станции, они, ну, фактически этот сертификат имеют. То есть это просто уже документальное подтверждение уровня надежности. Кстати, хочу сказать, что очень удобная еще вещь, которая есть в HP, которую я не встречал где-то, это HP Cloud Recovery. Когда мы качаем образ Windows-систему вместе с драйверами и просто делаем переустановку системы. То есть, например, произошел какой-то сбой или некорректно обновился Windows. Потому что сейчас норма бывает. То есть пришла какой-то большой пакет, и мы видим, что приложение начинает нормально работать. Несколько часов у нас уже нормальная рабочая система. Я не думаю, где мне взять этот Windows. Я не думаю, где мне взять эти драйвера. Я просто беру, инсталирую, ставлю, соответственно, HP вот этот assistance, performance advisor. Проверяю, все ли корректно, все ли четко. Отдал человеку, человек работает. Мы уже шагнули немножко вперед. То есть для того, чтобы установить образ операционной системы, не надо ничего выкачивать. Это технология Shure Recovery. Это вообще идеология HP в плане безопасности. Об этом очень много можно говорить. Это просто одна маленькая составляющая комплексного подхода в плане безопасности. Я обратил внимание, особенно в старших станциях, HP очень сильно уделяет внимание охлаждению. То есть вот если взять Z8, то у нас там полностью, как в автомобиле, закрытая такая панель, где внутри куча еще кулеров, там на вход, на выход, на памяти отдельное охлаждение, может быть на дисках отдельное охлаждение. Понимаю, это тоже важная составляющая эффективно выводить тепло из системы. Это то, что напрямую влияет на две вещи. На производительность системы и на эргономику. Производительность определяется температурой логики. Если у нас правильно рассчитан контур охлаждения, то, соответственно, общая температура логики, на базе которой собрана станция, она ниже. Ниже температура, выше производительность. Все просто. И я могу долго, кстати, рассказывать и детально про, конкретно про Z8. Там прямо ток. Там реально воздух заходит впереди. И дальше по воздуховодам, по каналам, проходя все необходимые элементы, теплый воздух выходит сзади. И это очень здорово. Ну, если уж продолжить про технологии, то вот еще одна вещь, на которую я хочу обратить внимание, это возможность организации удаленной работы с графическими станциями. Это ремоут или тонкий клиент? Нет. О чем речь? Ну, во-первых, все станции ставятся в РЭК. Их можно собрать в РЭК. В зависимости от того, о какой модели мы говорим, они просто по-разному ставятся в РЭК. Вот на слайде сзади там вот Z2-меня, они просто так вот набираются в шкафы. А этот РЭК – это стандартное решение? Да, стандартное решение. Да, стандартные шкафы, серверные шкафы, куда ставятся станции. Но поставить станцию в РЭК – это одна треть дела. Что делать с ней дальше? Так вот, вместе, в комплекте со станциями, мы поставляем в имидже операционной системы, мы поставляем такое решение, которое называется Remote Graphic Solution или RGS. Это специальный протокол, который в свое время HP разработала совместно с компанией DreamWorks Pictures. Если коротко, он обеспечивает возможность удаленной работы с графической и медийной информацией с максимальным уровнем качества и минимальными требованиями к занимаемой полосе пропускания. Он очень толерантный к задержкам, очень безопасный, что немаловажно для удаленной работы. И что еще важно, то что RGS, он состоит из двух частей – передатчик и приемник. Передатчик встраивается в имидж операционной системы, а приемник просто выкачивается на любое устройство, на планшет. Неважно, HP. Неважно, да. Дальше устанавливается связь между компьютером и удаленным устройством, или устройством доступа, и все, вы начинаете работать. При этом мы понимаем, все мощности, они сосредоточены на вашей станции, а на удаленном устройстве вы просто получаете картинку, то есть результат работы компьютера. Ну и еще большое направление – это безопасность. Не думаю, что будем сейчас много об этом говорить, но в качестве примера я уже привел, например, Shore Recovery – это один из уровней, скажем так, безопасности. Shore Stand – очень хорошая технология. Идея ее заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что мы не подвержены внешним атакам не на уровне операционной системы, а до него, то есть на уровне BIOS грубо создается резервный имидж или trusted image BIOS, который сохраняется в защищенной области, да. И каждый раз при запуске компьютера текущий BIOS сравнивается с trusted версией. Если отличий нет, все хорошо, мы продолжаем работать. Если есть отличия, текущий убивается, запускается trusted версия, и мы гарантированно гарантированы, что никакие злоумышленники у нас на компьютере без нашего ведома там не… Я бы назвал, что это революционный прорыв. Почему? Потому что в отличие от того всего, что было в подходах в плане безопасности раньше, мы сейчас работаем на упреждение. То есть многие называют это использованием искусственного интеллекта в плане безопасности. По факту это выглядит так. Мы не столько защищаемся от уже известных нам вирусов и атак, сколько пытаемся предсказать неадекватное поведение программ, неадекватное поведение пользователя, устройства и так далее. Мы анализируем поведение нашего окружения, и на основании этого делаем выводы, подвержена наша система угрозам или не подвержена. И это шор идеология. Она на разных уровнях, на уровне устройства, на уровне операционной системы и так далее. Часть мы уже сказали, часть об этом можно еще много говорить, что меня лично очень радует. Давай сейчас поговорим о линейке продуктов, которые сейчас доступны на нашем рынке, как настольные рабочие станции, так мобильные рабочие станции, какой диапазон. Продуктовый портфель графических решений я разбил бы на две большие группы. Первая – это десктоп-вокстейшны, вторая – это мобильные вокстейшны. Если говорить про десктоп-вокстейшны, опять вот эту группу станций я бы разбил на две группы. Первая – это low-end вокстейшны. Или почему low-end? Потому что это вокстейшны, это компьютеры, которые находятся на грани, на уровне перехода от офисных машин, верхнего уровня до графических станций. И для графических станций это нижний уровень машин. Они объединяют в себе функционал как офисных машин, так и уже функционал графических станций. Это действительно уникальное предложение. И в этом семействе EliteDesk 705 – это единственная машина на базе AMD-процессоров. И дальше станции Z1, Z2. Z1 – это ближе к офисным машинам. Действительно, совсем к офисным машинам. Но ее особенность в том, что мы можем ставить туда графические карты консюмерного уровня GeForce и позиционировать эту машину для игроманов, для тех, кто пишет игровые приложения. Кому нужен GeForce? А Z2 – это целое семейство. И вот, как на слайде, оно состоит из трех форм-факторов – Tower, SFF и Mini. И особенно Mini – это вообще уникальная машина в минимальном форм-факторе максимальный функционал. Скажем, для… Приблизительно, моя оценка, 50% задач начального до среднего уровня, от CAD-овских задач начального до среднего уровня, вот функционала, заложенного вот в этих двух машинах Mini и SFF, более чем достаточно. Даже, наверное, больше, до 60%. Вот когда мы уже двигаемся дальше, переходим к большего размера моделям, к более производительным, более требовательным приложениям, да, тогда мы вынуждены уже идти дальше. И для этой цели у нас есть Z2 Tower, куда мы можем поставить уже нормальные графические карты, больше дисков, больше памяти и так далее. И если двигаться еще дальше, то мы пошли вперед. Это однопроцессорная машина Z4 на сегодняшний день. Я бы… тоже уникальная машина. Я бы ее тоже разбил на две части – Z4 Xeon и Z4 Intel Core i, или Z4X мы ее называем, да. Первая на базе Xeon процессора, вторая Intel Core i. И там вплоть… да, это однопроцессорная машина, но процессор с 18 ядрами на борту, до 256 гигов памяти, бесчисленное количество дискового пространства, которое, еще раз, заказчик может сконфигурить так, как ему нужно, включая Optane Memory, включая PCI Express диски, которые гораздо быстрее всего того, что существует. Причем, есть уникальное решение – это такая плата, PCI Express плата, куда вставляется 4 модуля M.2. Максимальный объем каждого из модулей может быть там по 2 терабайта. В результате на этой плате вы получите 8 терабайт. Если двигаться еще дальше, переходим к двухпроцессорным машинам. Это Z6, которая позиционируется, как, ну, с одной стороны, переход к честным двухпроцессорным машинам, а с другой стороны, как машина, которую можно сконфигурить в однопроцессорном варианте. И если мы делаем конфигурацию Z6 в однопроцессорном варианте, то она сконструирована таким образом, что она предоставляет больше функционал, чем Z4, но при этом в те же деньги. То есть ничего дополнительного практически там нету. Там нет вот этой обвязки для второго процессора на материнской плате, которая в случае однопроцессорного варианта не используется и так далее. Второй процессор вставляется в машину в специальный разъем в виде отдельного модуля. Если вам это нужно, вы в первый момент, например, покупаете конфигурацию с соответствующим процессором. С одним, потом второй модуль. При желании. При последствии добавили. Да, но по сравнению с флагманом Z6 все-таки уступает. То есть она мощная, она может быть двухпроцессорная, но максимальные возможности, конечно, можно получить только на базе Z8. Z8 это максимум. Это максимум из того, что мы можем вообще получить на сегодняшний день в линейке. Это два процессора, это два-три графических адаптера, установленных одновременно в зависимости от того, о каких адаптерах мы говорим. Это могут быть графические ускорители GP, например, 100 или GV100 или RTX 6000 или RTX 8000. Несколько карт, установленных одновременно. До 3 терабайт оперативной памяти. Огромное количество дискового пространства, в том числе Optane Memory. То есть вообще уникальные возможности. максимально до 56 ядер на борту. То есть сложно даже представить, какие задачи надо решать. У меня Z8, честно, как сервер. Сейчас файл сервер и рендер ферма. Вы исходите из своих задач. И правильный подход при выборе графической станции именно такой, как ты сказал. Исходим из того, с какими приложениями мы будем работать. Какие у нас задачи? Какие у нас задачи? Кстати, подскажу один очень хороший путь, как решить вопрос выбора правильной конфигурации под задачи. Сайт www.3whp.com.vokstation Заходите. Там есть такой пункт меню. Найдите самое лучшее решение для себя. Вы кликаете на него. Выбираете конкретный программный продукт. Например, Autodesk Revit. И под Autodesk Revit HP выдает вам рекомендации, какие конфигурации машин могут быть оптимальными с точки зрения HP. для данного ПО. Это не значит, что надо брать именно вот это. Но это тот старт, от которого можно оттолкнуться для того, чтобы принять решение в конечном итоге, какую машину взять, исходя из бюджета, исходя из нюансов, задач, которые перед вами стоят и так далее. Ну вот как-то так. Но это только десктоп Vokstation. А вторая группа продуктов, о которой бы я хотел поговорить, это мобильные станции. Мобильные станции, они тоже в своем роде уникальны в HP. Это ноутбуки с размером экрана 14, 15 и 17 дюймов. Я бы вот всю линейку продуктов тоже разделил на две части. Первая это, так скажем, рабочая часть. И сюда относятся ZBook 15V, ZBook 15 и ZBook 17. А вторая это премиум часть. Премиум часть это 14, 15U, ZBook 14, 15U, ZBook Studio и ZBook X2. То есть линейка достаточно широкая. Почему такое деление? Потому что все зависит тут опять от задач. И в конечном итоге они отличаются функционалом. Вот ZBook 15 и ZBook 17, надо сказать честно, что это уже шестое поколение ZBook. Кроме того, что они выдают максимальную производительность, максимально правильный цвет. Можно выбрать, например, экран с технологией Dream Color, который 100% качественно передает и правильно передает цвет. Они еще не имеют ограничений в плане конфигурации. То есть вы можете подбирать конфигурацию под себя. Нужную граф-карту, нужный процессор, нужное количество памяти, диски и так далее, и так далее. В том числе RAID контроллеры. ZBook 15V я называю его ноутбуком для студентов. Потому что при прочих равных условиях у него самая низкая цена. Но тут начинаются уже ограничения. Здесь мы не можем поставить любую граф-карту. Если с выбором процессора, памяти, дисков еще более-менее все хорошо, то граф-карта здесь одна, это Quadro P600 или P620 и других вариантов нет. Премиум часть, вот она потому и премиум, что она уже заточена под конкретных пользователей. Например, ZBook Studio я называю их ноутбуки для начальников. Потому что это реально ноутбуки 15 дюймов, которые не стыдно показать ни с какой точки зрения. То есть он максимально производительный, максимально производительная графическая карта. При том компактный, тоненький. Тоненький, легкий, очень slim дизайн. А если мы говорим про ZBook Studio X360, он еще переламывается пополам. Может работать в режиме планшета, touch-экран. Действительно, супер шикарное решение. ZBook 1415U это начальный уровень ZBook. Мы их позиционируем как ноутбуки для аниматоров. Для тех, кто начинает работать с графическими решениями. Ну это может быть домашнее видео, домашнее фото. Либо начальный уровень задач каткам. Либо медийных задач журналисты. Они еще тоньше, еще легче. Но функционал у них не такой широкий. И наконец, дотачивал планшет X2. ZBook X2 это... То есть у него такая клавиатура, которая на магните пристегивается, отстегивается. На самом деле это планшет, который предназначен в основном для рисования. То есть для тех, кто занимается арт-дизайном. Для творческих людей это вот... При этом есть стилус также. Да, конечно. Стилус практически есть везде. Вот X360, X2. Там, где есть touch-экран, там как правило идет стилус. Они понятно отличаются. Все вот эти модели отличаются по ценам, по функционалу. По дизайну. Но в целом составляют вот портфель продуктов, мобильных продуктов семейства ZBook. Ну и наверное следовало бы еще сказать два слова про мониторы. Есть офисные мониторы. Мы о них не говорим. Мы говорим о мониторах, предназначенных для специфических задач. Ну для специфических графических задач. И тут я бы выбрал три группы мониторов. Первое это стандартные мониторы. Второе это мониторы для работы с цветом. Это мониторы Dream Color. И третье это 4K мониторы. Стандартные мониторы. Это мониторы размером диагонали 22, 23, 24, 27 дюймов. Разных соотношений сторон. Но самое главное их отличие от офисных мониторов это цветовое покрытие. Покрытие цветового пространства Adobe RGB. Это 100%. То есть эти мониторы правильно передают цвет. Имеют достаточно хороший черный. Калибруются сразу на фабрике. Не имеют кромки как правило. Позволяют подключать несколько источников сигнала одновременно. Собирать панели. Поддерживают такую технологию как Daisy Chain. Это когда мы собираем мониторы в цепочке. И одним проводом несколько мониторов подключаем к нашему компьютеру. Мы с точки зрения надежности и качества. У HP есть уникальная политика. Это 0 битых пикселей. В этом семействе мониторов. И конечно эргономические характеристики. Их можно вращать, поворачивать, настраивать как угодно. Тонкие, легкие, с пассивным охлаждением. Ну и с максимальным качеством изображения. Но есть другая группа мониторов. Это 4К. 27, 32 и 43 дюйма. 4К. Которым применимо все то, что я говорил про стандартные мониторы. Но уровень их разрешения 4К. Соответственно детализация вывода информации гораздо гораздо лучше. Слушай, я себе взял Z32. Я не могу представить, что такое Z43. Потому что 32. Вот такое. 4 22 дюймовых монитора, собранных в одну стену. Вот размер. Это как перед телевизором. Это так. Ну и отдельный разговор про мониторы семейства DreamColor. Вообще технология DreamColor это то, что в свое время тоже сделала HP вместе с DreamWorks. Суть ее заключается в другом подходе в получении цвета. Если в стандартном случае мы берем 3 цвета. Красный, синий, зеленый. Передавая каждые 8 битами мы получаем приблизительно 16 миллионов цветов. То в этом случае мы берем не 3, а 4 цвета. Это Циан, Маджента, Йеллоу и Черный. И каждый перебием даже не 10 битами, как это было в первом поколении DreamColor технологии, а 12 битами. Получаем порядка 4 триллионов цветов. И ты меня спросишь, зачем нам 4 триллиона, наш глаз это не различает. Это правда. Но вот такой подход избыточности, он позволяет очень четко настраивать, очень точно настраивать цвет. И в основном DreamColor мониторы идут предкалиброванными на фабрике. Если кого-то не устраивает и у кого-то свой собственный взгляд, можно сделать свою собственную максимально тонкую калибровку и получить изображение на экране точно таким, каким вы получаете изображение при выводе на печать. То есть никаких отличий. И вот для меня самое главное то, что они сейчас в какой-то более-менее нормальной цене. И вот если мы говорим про все семейство мониторов, то один из наших подходов, то что мы стараемся делать здесь в Украине, это приблизить цену нашего предложения на мониторы как минимум к рыночной цене, а лучше сделать чуть более привлекательной. Не всегда это удается, скажу честно, но иногда это удается. Мы видим просто по росту продаж и в общем мы будем двигаться в этом направлении. Даст Бог это получится. Спасибо Игорь большое. Очень классное интервью, но мы забыли еще одну важную тему. Нет, мы не забыли, мы о ней расскажем в нашем следующем обзоре. Или ты имеешь в виду конечно VR? Естественно, потому что это тот девайс, который мне две недели бегал как бешеный. То есть я его тестировал на всякие вещи, на прочность, на игры, на Mixed Reality. Ну не забегай вперед, не забегай. Да, мы не забегаем вперед, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следующее видео будет обзор HP ZVR Backpack. Не пропустите. Я услышал один раз станцию, когда я начал в 4К делать видеомонтаж, когда поставил два RTX 4000. И тогда у меня процессы... Не факт, что ты услышал станцию, скорее ты услышал сами графические карты. Вот это был гул. Для меня был шок. Как? Я забеспокоился, думаю, ну что произошло. Потом начал общаться и с Мук, и с Владимиром Шапошниковым. Он говорит, Сань, ты же поставил на Z4. Говорю, ну да, надо Z6. Не хватает. Говорит, не хватает, надо больше процессор, надо больше, соответственно, объем питания туда и охлаждения получше. Тогда будет все нормально, как ты любишь. Ну это и правда. Мне кажется. Снова прощала. До свидания. До свидания. До свидания. Как вам понравилось?